Беседа 68, 690, 21-33. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник. Обнес его ограду и выкопал в нем точило, построил башню и отдав его виноградарям отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградарь, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдятся сына моего. Но виноградарь, увидевши сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его. Их схватившие вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет господин, хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями? Говорят ему, злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строителей, тот сделался, тот самый сделался главой и угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Настоящие притчи Христос научает многому. Что Бог с давних времен промышлял об иудеях. Что они с самого начала склонны были к убийству. Что приняты были всевозможные меры для их исправления. Что даже по избиениями пророков Бог не отвратился от них, но еще послал к ним Сына. Но что и один, и тот же есть Бог Нового и Ветхого Завета. Что через смерть Христову совершено великое дело. Но иудеи за крест Христов и за злодеяние свое понесут крайние наказания. Что будут призваны язычники. Иудеи же отвержены. Притчу эту Христос предлагает после предыдущей. Для того, чтобы тем показать всю тяжесть и совершенно непростительность греха их. Как же и чем именно. Тем, что иудеи при всем об них попечении дали блудницам и мытарям опередить себя. И притом так много. Рассуди же. Как велико было Божье попечение о них. И как непомерна их беспечность. Он сам сделал все, что надлежало делать земледельцам. Обнес оградою. Насадил виноградник и все прочее. А им оставил немного. Заботиться о том, что уже есть. И сберегать порученное. Ничто не было забыто. Все приготовлено. Но и при всем том, они ничем не воспользовались. Хотя много и в большей мере получили от Бога. Так, когда иудеи вышли из Египта, Бог дал им закон, дал им город, устроил жертвенник и храм воздвигнул. И отошел, то есть долго терпел, не всегда наказывал тотчас по преступлению. И по одошествиям, разумеется, великое Божье долготерпение. И послал рабов своих, то есть пророков, взять плоды, то есть повиновения, доказываемые делами. Но они и в этом случае показали свою злобу. И не только после таких попечений о них не дали плода, что обнаруживало их недеятельность. Но даже вознегодовали на пришедших. Если нечего было отдать, хотя были к тому обязаны, то им надлежало не досадовать и не негодовать, а умолять. Они и же не только вознегодовали, но еще обогрили руки своей кровью и сами, заслуживая казни, предали казни посланных. Поэтому Бог послал в другой и третий раз, чтобы обнаружилось их злоба и человеколюбие пославшего. Но почему Бог не тотчас послал сына? Для того, чтобы они почувствовали, как несправедливо поступили с посланными рабами и, отложивши гнев, устыдились его пришествия. Есть и другие причины, но пока займемся в дальнейшем. Что значит слова? Когда же пошлет? Ими показывается не неведение в Боге, а только намерение обнаружить великость греха Его и совершенную непростительность. Бог знал, что убьют сына, и однако послал словами же посрамяться, устыдяться, увидев сына моего, указывать, что должны они были сделать, потому что им должно было устыдиться. Так, если и в другом месте говорит, если услышат, из Икиля 2.5, то не по неведению, но чтобы не сказал кто-нибудь из людей безрассудных, что самое предсказание Божие невольно влечет к неповиновению. Для того и употребляет такой образ выражения. Если услышат, то как? Если они уже были непризнательны к рабам, то, по крайней мере, должны были почтить достоинство сына. Может быть. Но как же они поступили? В то время, как им должно было прийти и просить помилования в своих преступлениях, они ведут себя по-прежнему, даже предпринимают новые злодеяния ужаснее прежних. На это и сам Христос указывает, говоря, «Исполните меру отцов ваших». В том же обвиняли их и прежде пророка, говоря, «Руки ваши полны крови, и кровь с кровью смешивайте». Осия 4, 2 Исайя 1, 15. Также созидаясь и он кровями, Михея 3, 10. Но они не сделали благоразумнее, хотя и дана им была эта великая заповедь «Не убивай». А через нее велено было воздерживаться от многого другого, и много употреблено было других различных побуждений к исполнению ими этой заповеди. Но несмотря и на все это, они не оставили своего злого навыка. Но что говорят они, увидев сына? «Пойдем убьем его». Для чего и за что? Можно ли им было обвинять его в чем-нибудь, великом или малом, разве в том, что он почтил вас, и, будучи Богом, соделался для вас человеком и совершил бесчисленные чудеса? Или в том, что прощал грехи? Или в том, что призывал в царствие? Смотри, как они при своем нечестии крайне безумны, как безрассудно их побуждение к убийству. Убьем его, говорят они, и наше будет достояние. И где намерено убить? Вне виноградника. 692. Видишь, как Христос предсказывает о самом себе, что будет убить. И вывели его, и убили. По свидетельству евангелиста Луки, Христос сам объявил, что надлежало им за это претерпеть. А они сказали, да не будет. Но он привел свидетельство. И, возрев, говорится, на них сказал, «Разве вы не читали в Писании, что камень, который пренебрегли визждущие, сей стал во главу угла, и всякий, падающий на него, сокрушится?» Матфей же говорит, что иудеи сами произнесли приговор. Но в этом нет противоречия. И то, и другое было. Они произнесли на себя этот приговор, а потом, уразумев смысл притчи, сказали, да не будет. И он возразил им словами пророка, уверяя, что это непременно сбудется. Впрочем, и в этом случае не указал им прямо на язычников, чтобы не раздражить их против себя, но намекнул, только сказав, «А виноград предаст другим». Без сомнения, он и притчи сказал для того, чтобы иудеи сами произнесли приговор, что случилось и с Давидом, когда он произнес осуждение себе, уразумев притчу Нафана. Суди же поэтому, как справедлив приговор, когда подвергаемые наказанию сами себя обвиняют. Потом, для того, чтобы они видели, что не только самая справедливость требует этого, но что давно уже предрекла эта благодать Святого Духа, и Бог так определил. Христос приводит пророчества и обречает их, говоря, «Не читали ли вы, что камень, который пренебрегли, виждущие, сей стал во главу угла, от Господа это и езим на вочах наших?» Он всячески уверяет иудеев, что они, как неверующие, будут изгнаны, а язычники приняты. Это дал он разуметь и обращением с Хананьянкою, и избранием осла при входе в Иерусалим, и примером сотника, и многими притчами. На это же указывают и теперь. Поэтому он и присовокупил от Господа, было это, и езим на в очах наших. «Давая тем знать, что верующие язычники и те, которые из самых иудееву веруют, составят одно, несмотря на все их прежние между собой различия. Затем, чтобы они знали, что все это нисколько не противно Божию совершенству, а напротив, весьма сообразно с ним, и даже чудно и поразительно, для всякого действительно это было несказанное чудо, Христос и присовокупил от Господа. Было это. Камни называют себя зиждущими учителей иудейских. То же сказано Иезекиилем. Зиждущие стеной и помазывающие. Иезекииль 13.10. Как же не брегли, когда говорили, он не от Бога, и он обольщает народ, и так же он самарянин и бес в нем. Наконец, чтобы они знали, что им угрожает не одно отвержение, и указывает на самые казни. Всякий падающий, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Здесь Христос представляет двоякую гибель, одну от преткновения и соблазна, это означает слова, падет на камень, а другую, когда подвергнулся пленению, бедствием и совершенной погибели. Это ясно выразил словами, раздавит. Этим же он указал на свое воскресенье. Пророк Исаия говорит, что он обвиняет виноградник, то есть народ, здесь же порицает и начальников народа. У Исаии говорит он, что бы нужно было сделать винограднику моему, и я не сделал. А у другого пророка, такую неправду нашли во мне отцы ваши. И так же, люди мои, что я сделал и вам, или чем оскорбил вас? Так он изображал неблагодарность иудейского народа, что они за все его благодеяния воздали ему противным. Здесь то же самое говорит с большей силой, но сам он является говорящим, что бы сделать мне, чего я не сделал. Но представляет, что они сами произносят приговор, что все для них было сделано, и тем сами себя осуждают. Слова их злых погубят, а виноградник отдаст другим делателям, то и означают, что они сами на себя произносят самый строгий приговор. И Стефан укоряет их в этом, особенно нападая на них за то, что они, пользуясь постоянно великим Божьим промышлением о них, воздавали благодетели совсем противным. Это самое было ясным доказательством того, что не наказывающие, но сами наказываемые были виновниками неспосылаемой на них казни. То же доказывается и здесь, как притчей, так и пророчеством. Христос не удовольствовал с одной притчей, но привел еще два пророчества, одно Давидово, другое собственное свое. Итак, что же должны были сделать иудеи, высушив это? Не поклониться ли Господу? Не удивляться ли Божьи о них попечительности, явленные как в древние времена, так и после этого? Если никакое благодеяние не могло их сделать лучшими, то, по крайней мере, не надлежало им вразумиться, хотя страхом наказание, но они не вразумились. Что же сделали они после этого? И, слышавши притчи, его первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Христос довольствуется этим и не производит чудо, как прежде, не проходит посреди их, не делается невидимым. Он не хотел везде действовать сверхчеловеческой силой, чтобы верили истине его, в очеловечении. Но ни народ, ни слова Христа не вразумили иудеев. Они не устыдились ни свидетельства пророков, ни собственного своего приговора, ни мнения народного. Так совершенно ослепило их любоначалье, тщеславие и привязанность к временному. 694. И действительно, ничто так не доводит нас до опасного падения, не влечет к посремнинам, ничто так не лишает нас будущих благ, как пристрастия к вещам скоро приходящим. Напротив, ничто так не приводит нас к обладанию настоящими и будущими благами, как предпочтение всему будущих. Ищите, говорит Христос, царствие Божие и все сие приложится вам. Но если бы даже не прилагались временные блага, и тогда не надлежало бы так много заботиться о их приобретении. Теперь же получить будущее благо, значит получить и настоящее. Но некоторые не убеждаются этим и, уподобляясь бесчувственным камням, гоняются за тенью удовольствия. В самом деле, что сладостного в благах настоящей жизни, что приятного? Я намерен свободнее поговорить с вами ныне. Но будьте внимательны и знайте, что жизнь, представляющаяся вам трудной и несносной, я говорю о жизни монахов и распявшихся миру, гораздо сладостнее и вожделеннее той, которая кажется вам приятной и удобной. И свидетели этому вы сами, которые часто во время постигнувших вас несчастья и скорбей просите себе смерти и называете блаженными живущих в горах и вертепах и ведущих жизнь безбрачную и беззаботную. Вы, которые занимаетесь искусствами, служите в войсках или живете без дела и праздны и проводите дни в театре и в местах пляски. И там, где, по-видимому, тысячами текут удовольствия реками увеселения, рождается бесчисленное множество горьких скорбей. Если кто воспылает любовью к одной из сплясавших там девиц, тот вытерпит страдания, каким не подвергаешься ни многочисленных сражениях, ни многократных странствованиях, и состояние такого человека будет более тягостно, чем всякого осажденного города. Но не станем описывать подробно этих мучений и предоставив это на суд совести, плененных любовью. Рассмотрим жизнь обыкновенную. И мы найдем между монашеской и мирской жизнью такое же различие, как между пристань и морем, непрестанно растекаемым ветрами. Смотри, здесь он, они размышляют уже только о Царстве Небесном, беседуя в безмолвии и глубокой тишине, с лесами, горами, источниками, а наиболее всего с Богом. Жилища их чужды всякого шума, а душа, свободная от всех страстей и болезней, тонкая, легка и гораздо чище самого тонкого воздуха. Занятия у них те же, какие были в начале и до падения Адама, когда он, облеченный славой, дерзновенно беседовал с Богом и обитал в преисполненном блаженство рая. И в самом деле, жизнь монахов чем хуже жизни Адама, когда он до прислушания введен был в рай возделывать его. Адам не имел никаких житейских забот, нет их у монахов. Адам чистой совестью беседовал с Богом, так и монахи. Более того, они имеют гораздо больше дерзновения, нежели Адам, так как больше имеют в себе благодати, подару Духа Святого. Надлежало бы вам собственными глазами видеть это, но так как вы не хотите и проводите жизнь в шуме и на торжищах, то по крайней мере на словах опишу вам хотя одну часть их образа жизни. Всей же их жизнь описать невозможно. Эти светильники мира едва начинают восходить солнце или еще до рассвета, встают сложно здоровые, бодрые и свежие, потому что их не возмущает никакая печаль, ни забота, ни головная тяжесть, ни труд, ни множество дел, ни что-нибудь другое тому подобное. Но они живут как ангелы на небе. Итак, поспешно, встав с ложа, бодрые и веселые, они все вместе с светлым лицом и совестью составляют один лик и как бы едиными устами поют гимны Богу всяческих, прославляя и благодаря Его за все благодеяния, как частные, так и общие. Поэтому, если угодно, оставив Адама, спрошу вас, чем отличается от ангелов этот лик поющих и воскресающих на земле «Слава Вышних Богу на земле мир», «Человеках благоволения», и одежда у них соответственна их мужеству. Они обличены не в длинные одежды, как люди изнеженные и расслабленные, но одежда их приготовленная, как у тех блаженных ангелов Ильи, Ильисея, Иоанна и прочих апостолов. У одних из козьей, у других из верблюжьей шерсти, а некоторые довольно одной кожи и то совсем обветшавшей. Потом, пропевши свои песни с коленопреклонением, призывают прославленное имя Бога на помощь в таких делах, которые другим нескоро бы пришли на ум. Они не просят ни о чем настоящем. У них не бывает об этом слова, но просят о том, чтобы им с дерзновением стать перед страшным престолом, когда Единородный Сын Божий придет судить живых и мертвых, чтобы никому из них не услышать того страшного голоса «не знаю вас», и чтобы в чистоте совести и обилии добрых дел совершить настоящую и трудную жизнь и благополучно переплыть это бурное море. Молитвы же их начинает отец и настоятель. Потом, как вставшие окончат эти священные непрестанные молитвы, с восходом солнечным каждый идет к своему делу и трудами многое приобретают для бедных. Где теперь те, которые предаются дьявольским пляскам, непотребным песням и сидят в театре? Стыжусь вспоминать об них, но по вашей немощи необходимо сделать и это. И Павел говорит, представьте члены ваши в рабы праведности, как прежде представляли вы в рабы нечистоте. Итак, посмотрим и мы на это сонмище блудных жен и непотребных юношей, собравшихся в театре и их забавы, которыми весьма многие из беспечных юношей завлекаются в их сети. Сравним жизнь блаженных. Здесь мы найдем различия столько же, сколько между ангелами, если бы ты услышал их поющими на небе стройную песнь, и между собаками и свиньями, которые визжат, роясь в навозе, устами одних говорит Христос, а языком других дьявол. Там самые трубы издают звук, соответственный их нескладному голосу и уродливому виду. Тогда они надувают щеки, натягивают жилы, а здесь издает звук благодать Духа Святого, которая вместо труб, гусли и флейт употребляет уста святых. Впрочем, что бы я ни говорил, невозможно вполне представить того удовольствие людям, привязанным к персти и делании кирпичей. Поэтому желал бы я взять кого-нибудь из пристрастившихся к театру, отвезти в монастырь и показать ему собрание святых мужей. Тогда мне уже не нужно было бы слово. Однако, несмотря на то, что беседую с людьми бренными, попытаюсь и словом хотя бы несколько, извлечь их из грязи и тины. Там слушатель тотчас воспламеняется огнем нечистой любви. Если мало взора блудницы зажечь сердце, то голос влечет в гибель. А здесь, если бы даже душа имела что-нибудь нечистое, она точно оставляет это. И не только голос и взор, но и самые одежды блудниц еще более приводят в смущение зрителей. Бедняк, человек низкий, презренный, посмотрев на это зрелище, будет досадовать и скажет сам себе, это блудница, этот блудник, дети поваров и сапожников, а часто и рабов живут в такой роскоши, а я свободный, происходя от свободных, живя честными трудами, и во сне не могу представить себе этого, и оставляет таким образом зрелище с недаймой печалью. У монахов же не случится ничего такого, но все бывает совершенно напротив. В самом деле, когда увидят, что дети богатых и знатных родителей облечены в такие одежды, каких не носят и самые последние из нищих, и что даже еще радуются этому, то представьте, с каким утешением для своей бедности пойдет он из монастыря. А если посетить монахов и богатый, то возвратиться от них лучшим и здравым понятием о вещах опять. В театре, когда посмотрит на блудницу в золотом уборе, бедный станет плакать и рыдать, видя, что жена его не имеет ни одного такого украшения, а богатые после такого зрелища будут презирать и отвращаться своих супруг. Как скоро блудница представит зрителям и одежду, и взор, и голос, и посты, и все, что может возбудить любострастие, они выходят из театра, воспламененные страстью, и возвращаются к себе домой уже пленниками. Отсюда происходят обиды, бесчестия, отсюда вражда, брани, и каждодневные случаи смертные, и жизнь становится несносной такому пленнику, и жена ему уже не мила, и дети не по-прежнему любезны, и весь дом приходит в беспорядок, и самый свет солнечный наконец кажется для него несносным. Напротив, из монашеских собраний не происходит ни одной такой неприятности. Жена встречает мужа ласковым, кротким, не пристрастившимся никакому гнусному удовольствию, и в обращении его находит больше непринужденности, нежели прежде. Столько-то зла производит театр, и столько добра монастырь. Один овец сделает волками, а другой волков обращает вагнцев. Правда, мы пока ничего еще не сказали об удовольствиях монашеской жизни, но что может быть приятнее того, когда душа наша ничем не возмущается, не мучается, не унывает, не стенает, однако же продолжим наше сравнение и рассмотрим, какое удовольствие доставляет нам то и другое пение, то и другое зрелище, и мы увидим, что в первом случае оно продолжается только до вечера, пока зритель сидит в театре, а после язвит его больнее всякого жала. Полученное же в монастыре удовольствие непрестанно сохраняет свою силу в душах зрителей, но всегда остается в их мыслях и образ виденных ими мужей, приятность места, и простота жизни, и чистота общества. И сладость прекрасного духовного пения. Вот почему те, которые всегда наслаждаются этим тихим пристанищем, бегают уже людского шума, как бы какой-нибудь бури. И не только во время своих песнопений и молитв, но и когда сидят за книгами. Монахи доставляют зрителям приятное зрелище. После того, как кончится пение, один берет Исайю и с ним беседует, другой беседует с апостолами, третий читает книгу других писателей и любомудрствует о Боге, о мире, о предметах видимых и невидимых, чувственных и духовных, о ничтожности жизни настоящей и о величии жизни будущей. Пища у них самая лучшая. Они питаются не вареными мясами бессловесных животных, но словом Божиим, сладчайшим более меда и сота. Это чудный мед и гораздо лучше того, которым некогда в пустыне питался Иоанн. Не дикие пчелы, садясь на цветы, собирает этот мед, и не росу, переварившую в себе, кладут в ульи, но приготовляет его благодать Духа святого и вместо сотов, ульев и дупла полагает в души святых, так что желающий всегда безопасно может вкушать его, подражая этим пчелам и они облетают соты священных книг, почерпая в них великое удовольствие. Но если хочешь знать трапезу их, то подойди поближе, и ты увидишь, что отрыгаемо ими все сладко приятно исполнено духовным благоуханием. Уста их не могут произнести ни одного дурного слова и ни одного шуточного или грубого, но каждое достойно неба. Тот не погрешит, кто сравнит уста людей, бегающих по рынкам и жадно гоняющихся за жидейским, со стоками нечистот, а уста монахов с источниками, текущими медом и бьющими чистыми ключами. Но если кому обидно, что я сравниваю уста людей со стоками нечистот, тот пусть знает, что я выразился еще весьма снисходительно. А священное писание не наблюдает и этой меры, но потребляет другое, гораздо сильнейшее сравнение, говоря, я таспедов под устами их, гроб отверстый гортань их. Не таковы уста монахов, они исполнены благоухания, таково настоящее их состояние, а будущее их, какое слово может выразить, какой ум постигнуть, их жребий ангельский, неизреченное блаженство, несказанное благо. Может быть, теперь многие из вас воспоменились и чувствуют в себе желание вести такую прекрасную жизнь, но что польза, ежели пока вы здесь, этот огонь горит в вас, а как скоро выйдете, пламя погасло, и это желание пропало. Как же сделать, чтобы этого не случилось? Пока горячо в тебе это желание, пойди к этим ангелам и воспомянись еще больше. Не столько могут воспомянить мои слова, сколько взгляд на самое дело. Не говори, вот я переговорю с женой, кончу прежние дела свои. Такая отсрочка есть начало беспечности. Послушай, некто хотел устроить домашние дела, и пророк не позволил ему. Третья сарс, 19-20, что, говорю, устроить? Ученик хотел погрести отца, и Христос не согласился даже на то. Какое же дело кажется тебе столько необходимым, как погребение отца. Но Христос и того не позволил. Почему же? Потому что дьявол всеми мерами старается вкрасть, если заметит в человеке, что он мало занят, или откладывает дело, производит в нем большую леность. Поэтому некто и советует, не отлагай день это дня серахов 5.8. Таким образом ты можешь в большем успеть, да и домашние дела твои будут в хорошем состоянии. Ищите, сказано прежде царствие Божие и все себе приложится вам. Если и мы обеспечим состояние тех, которые пренебрегают собственными своими выгодами, заботимся о наших выгодах, то тем более Бог, который без того печется и промышляет о нас. Итак, не заботься о своих делах, но предоставь это Богу. Если ты заботишься, то заботишься как человек, если же Бог промышляет, то он промышляет как Бог. Итак, не заботься о своих делах, оставляя важнейшие, иначе Бог менее будет промышлять о них. Но чтобы Бог более промышлял о твоих делах, предоставь все ему одному. Когда ты оставляя дела духовные сам, занимаешься делами так, чтобы все у тебя шло хорошо, тебе освободиться от всех забот, прилепись к духовному и презирай житейское. Тогда ты с небом получишь и землю, и сподобишься будущих благ, по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 68, 690, 21, 33. Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник. Обнес его ограду и выкопал в нем точило, построил башню и отдав его виноградарям отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградарь, схвативши слуг его иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря, постыдяться сына моего. Но виноградарь, увидевши сына, сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его. И схватившие вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет господин, хозяин виноградника, что сделает он с этим виноградарем? Говорят ему, злодея всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои. Иисус говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отверг строителей, тот сделался главой угла? Это от Господа и есть дивно в очах наших. Настоящей притчей Христос научает многому, что Бог с давних времен промышлял об иудеях, что они с самого начала склонны были к убийству, что приняты были всевозможные меры для их исправления, что даже по избиениями пророков Бог не отвратился от них, но еще послал к ним сына, но что и один и тот же есть Бог Нового и Ветхого Завета, что через смерть Христову совершено великое дело, но иудеи за крест Христов из-за злодеяния свое понесут крайние наказания, что будут призваны язычники, иудеи же отвержены. Притч эту Христос предлагает после предыдущей, для того, чтобы тем показать всю тяжесть и совершенную непростительность греха их. Как же и чем именно? Тем, что иудеи при всем об них попечении дали блудницам и мытарям опередить себя, и притом так много. Рассуди как велико было Божье попечение о них, и как непомерна их беспечность. Он сам сделал все, что надлежало делать земледельцам, обнес оградою, насадил виноградник и все прочее, а им оставил немного заботиться о том, что уже есть, изберегать порученное. Ничто не было забыто, все приготовлено, но и при всем том, они ничем не воспользовались, хотя много и в большей мере получили от Бога. Так, когда иудеи вышли из Египта, Бог дал им закон, дал им город, устроил жертвенник и храм воздвигнул и отошел, то есть долго терпел, не всегда наказывал тотчас по преступлению и по дошедствиям, разумеется, великое Божие долготерпение и послал рабов своих, то есть пророков, взять плоды, то есть повиновения, доказываемые делами. Но они в этом случае показали свою злобу, и не только после таких попечений о них не дали плода, что обнаруживало их недеятельность, но даже вознегодовали на пришедших, если нечего было отдать, хотя были к тому обязаны, то им надлежало не досадовать и не негодовать, а умолять. Они же не только вознегодовали, но еще обогрили руки своей кровью и сами заслуживая казни, предали казни посланных. Поэтому Бог послал в другой и третий раз, чтобы обнаружилось их злоба и человеколюбие пославшего. Но почему Бог не тотчас послал сына? Для того, чтобы они почувствовали, как несправедливо поступили с посланными рабами и, отложивши гневу, стыдились его пришествия. Есть и другие причины, но пока займемся дальнейшим. Что значит слова? Когда же пошлет? Ими показывается не неведение в Боге, а только намерение обнаружить великость греха его и совершенную непростительность. Бог знал, что убьют сына, и однако послал словами же посрамяться, устыдяться, увидев сына моего, указывать, что должны они были сделать, потому что им должно было устыдиться. Так, если и в другом месте говорит, если услышат, из Икиля 2.5, то не по неведению, но чтобы не сказал кто-нибудь из людей безрассудны, что самое предсказание Божие невольно влечет к неповиновению, для того и употребляет такой образ выражения, если услышат, то как? Если они уже были непризнательны к рабам, то по крайней мере должны были почтить достоинства Сына. Может быть, но как же они поступили? В то время, как им должно было прийти и просить помилования в своих преступлениях, они ведут себя по-прежнему, даже предпринимают новое злодеяние ужаснее прежних. На это и сам Христос указывает, говоря, исполните меру отцов ваших. В том же обвиняли их и прежде пророка, говоря, руки ваши полны крови, и кровь смешивайте оси А4-2-1-15. Так же созидаясь и он кровями Михея 3-10, но они не сделали благоразумнее, хотя и дана им была эта великая заповедь «Не убивай», а через нее велено было воздерживаться от многого другого, и много употреблено было других различных побуждений к исполнению ими этой заповеди. Но несмотря и на все это, они не оставили своего злого навыка. Но что говорят они, увидев сына? Пойдем убьем его. Для чего и за что? Можно ли им было обвинять его в чем-нибудь великом или малом, разве в том, что он почтил вас, и будучи Богом, соделался для вас человеком, и совершил бесчисленные чудеса, или в том, что прощал грехи, или в том, что призывал царствия? Смотри, как они при своем нечестие крайне безумны, как безрассудно их побуждение к убийству. Убьем его, говорят они, и наше будет достояние. И где намерено убить? Вне виноградника. 692. Видишь, как Христос предсказывает о самом себе, что будет убить, и вывели его, и убили. По свидетельству евангелиста им за это претерпеть, а они сказали, да не будет. Но он привел свидетельство, и возрев, говорится, на них сказал, разве вы не читали в Писании, что камень, который пренебрегли визждущие, сей стал во главу угла, и всякий падающий на него сокрушится? Матфей же говорит, что иудеи сами произнесли приговор, но в этом нет противоречия, и то, и другое было. Они произнесли на себя этот приговор, а потом, уразумев смысл притчи, сказали, да не будет. И он возразил им словами пророка, уверяя, что это непременно сбудется. Впрочем, и в этом случае не указал им прямо на язычников, чтобы не раздражить их против себя, но намекнул только сказав, а виноград предаст другим. Без сомнения, он и притчи, для того, чтобы иудеи сами произнесли приговор, что случилось и с Давидом, когда он произнес осуждение себе, уразумев притчу на фанах. Суди же поэтому, как справедлив приговор, когда подвергаемые наказанию сами себя обвиняют. Потом, для того, чтобы они видели, что не только самая справедливость требует этого, но что давно уже предрекла эта благодать Святого Духа, и Бог так определил. Христос приводит пророчества и обречает их, говоря, не читали ли вы, что камень, который пренебрегли, зиждущие, сей стал во главу угла, от Господа это и езивно в очах наших. Он всячески уверяет иудеев, что они, как неверующие, будут изгнаны, а язычники приняты. Это дал разуметь и обращением с хананьянкою, и избранием осла при входе в Иерусалим, и примером сотника, и многими притчами. На это же указывает и теперь. Поэтому он и присовокупил от Господа было это и езивно в очах наших, давая тем знать, что верующие язычники и те, которые сам иудееву веруют, составят одно, несмотря на все их прежние между собой различия. Затем, чтобы они знали, что все это нисколько не противно Божию совершенству, а напротив, весьма сообразно с ним и даже чудно и поразительно для всякого действительно это было несказанное чудо, Христос и присовокупил от Господа было это. Камни называют себя зиждущими учителей иудейских, тоже сказано иезекиилем, зиждущие стеной и помазывающие, иезекииль 13.10. Как же не брегли, когда говорили «Он не от Бога», и «Он обольщает народ», и также «Он самарянин» и «бес в нем», наконец, чтобы они знали, что им угрожает ни одно отвержение, указывает на самые казни. «Всякий падающий, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Здесь Христос представляет двоякую гибель, одну от преткновения и соблазна, это означает слова «падет на камень», а другую, когда подверглся пленению, бедствием и совершенной погибели. Это ясно выразил словами «раздавит». Этим же он указал на свое воскресение. Пророк Исаия говорит, что он обвиняет виноградник, то есть народ. Здесь же порицает и начальников народа. У Исаии говорит он, «Что бы нужно было сделать винограднику моему, и я не сделал». А у другого пророка, «Такую неправду нашли во мне отцы ваши». И также «Люди мои, что я сделаю вам? Или чем оскорбил вас?» Михея 6,3 Иеремия 2,5 Исаия 5,4 Так он изображал неблагодарность иудейского народа, что они за все его благодеяния воздали ему противным. Здесь тоже самое говорит с большей силой. Но сам он является говорящим, «Что бы сделать мне, чего я не сделал?» Но представляет, что они сами произносят приговор, что все для них было сделано, и тем сами себя осуждают. Слова их злых погубят, а виноградник отдаст другим делателям, то и означают, что они сами на себя произносят самый строгий приговор. И Стефан укоряет их в этом, особенно нападая на них за то, что они, пользуясь постоянно великим божьим промышлением о них, воздавали благодетели совсем противным. Это самое было ясным доказательством того, что не наказывающие, но сами наказываемые были виновниками неспосылаемой на них казни. То же доказывается и здесь, как притчей, так и пророчеством. Христос не удовольствовал с одной притчей, но привел еще два пророчества, одно Давидово, другое собственное свое. Итак, что же должны были сделать иудеи, высушив это? Не поклониться ли Господу? Не удивляться ли Божьи о них попечительности, явленные как в древние времена, так и после этого? Если никакое благодеяние не могло их сделать лучшими, то, по крайней мере, не надлежало им вразумиться, хотя страхом наказание, но они не вразумились. Что же сделали они после этого? И, слышавши притчи, его первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Тогда иудеи наконец поняли, что Христос разумел их. Когда однажды они хотели схватить его, он прошел посреди них и сделался невидим. В другой раз явился и остановил решительно их намерение убить его, которым они мучились. И они, удивляясь этого, говорили, не он ли Иисус? И вот он говорит открыто и ничего не говорят ему. Но теперь, так как их удерживал страх перед народом, Христос довольствуется этим и не производит чудо, как прежде, не проходит посреди их, не делается невидимым. Он не хотел везде действовать сверхчеловеческой силой, чтобы верили истине его в очеловечении. Но ни народ, ни слова Христа не вразумили иудеев. Они не устыдились ни свидетельства пророков, ни собственного своего приговора, ни мнения народного. Так совершенно ослепило их любоначалье, тщеславие и привязанность к временному. 694 И действительно, ничто так не доводит нас до опасного падения, не влечет к посремнинам, ничто так не лишает нас будущих благ, как при страсти к вещам скоро приходящим. Напротив, ничто так не приводит нас к обладанию настоящими и будущими благами, как предпочтение всему будущих. Ищите, говорит Христос, царствие Божие и все сие приложится вам. Но если бы даже не прилагались временные блага, и тогда не надлежало бы так много заботиться о их приобретении. Теперь же получить будущее благо значит получить и настоящее. Но некоторые не убеждаются этим и уподобляясь бесчувственным камням гоняются за тенью удовольствия. В самом деле, что сладостного в благах настоящей жизни, что приятного, я намерен свободнее поговорить с вами ныне. Но будьте внимательны и знайте, что жизнь, представляющаяся вам трудной и несносной, я говорю о жизни монахов и распявшихся миру, гораздо сладостнее и вожделеннее той, которая кажется вам приятной и удобной. И свидетели этому вы сами, которые часто во время постигнувших вас несчастья и скорбей просите себе смерти и называете блаженными живущих в горах и вертепах и ведущих жизнь безбрачную и беззаботную, вы, которые занимаетесь искусствами, служите в войсках или живете без дела и праздны, проводите дни в театре и местах пляски. И там, где, по-видимому, тысячами текут удовольствия и реками увеселения, рождается бесчисленное множество горьких скорбей. Если кто воспылает любовью к одной из плясавших там девиц, тот вытерпит страдания, каким не подвергаешься ни многочисленных сражениях, ни многократных странствованиях, и состояние такого человека будет более тягостно, чем всякого осажденного города. Но не станем описывать подробно этих мучений. И, предоставив это на суд совести, плененных любовью, рассмотрим жизнь обыкновенную. И мы найдем между монашеской и мирской жизнью такое же различие, как между пристани и морем, непрестанно растекаемым ветрами. Смотри, здесь он, они размышляют уже только о Царстве Небесном, беседуя в безмолвии и глубокой тишине, с лесами, горами источниками, а наиболее всего с Богом. Жилища их чужды всякого шума, а душа, свободная от всех страстей и болезней, тонкая, легка и гораздо чище самого тонкого воздуха. Занятия у них те же, какие были в начале и до падения Адама, когда он, облеченный славой, дерзновенно беседовал с Богом и обитал в преисполненном блаженство рая. И в самом деле, жизнь монахов чем хуже жизни Адама, когда он до прислушания введен был в рай возделывать его. Адам не имел никаких житейских забот, нет их у монахов. Адам чистой совестью беседовал с Богом, так и монахи, более того, они имеют гораздо больше дерзновения, нежели Адам, так как больше имеют в себе благодати, подарок Духа Святого. Надлежало бы вам собственными глазами видеть это, но так как вы не хотите и проводите жизнь в шуме и на торжищах, то по крайней мере на словах опишу вам хотя одну часть их образа жизни. Всей же их жизнь описать невозможно. Эти светильники мира едва начинает восходить солнце или еще до рассвета, встают с ложа здоровые, бодрые и свежие, потому что их не возмущает никакая печаль, ни забота, ни головная тяжесть, ни труд, ни множество дел, ни что-нибудь другое тому подобное, но они живут как ангелы на небе. Итак, поспешно встав с ложа, бодрые и веселые, они все вместе с светлым лицом и совестью составляют один лик и как бы едиными устами поют гимны Богу всяческих, прославляя и благодаря Его за все благодеяния, как частные, так и общие. Поэтому, если угодно, оставив Адама, спрошу вас, чем отличается от ангелов этот лик поющих и восклицающих на земле слава и одежда у них соответственно их мужеству. Они обличены не в длинные одежды, как люди изнеженные и расслабленные, но одежды их приготовленные, как у тех блаженных ангелов или Ии, или Сея, Иоанна и прочих апостолов. У одних из козьей, у других из верблюжьей шерсти, а некоторые довольно одной кожи и то совсем обветшавшей. Потом, пропевши свои песни с коленопреклонением призывают прославленное имя Бога на помощь в таких делах, которые другим нескоро бы пришли на ум. Они не просят ни о чем настоящем. У них не бывает об этом слова, но просят о том, чтобы им с дерзновением стать перед страшным престолом, когда Единородный Сын Божий придет судить живых и мертвых, чтобы никому из них не услышать того страшного голоса не знаю вас, и чтобы в чистоте совести и обилии добрых дел совершить настоящую трудную жизнь и благополучно переплыть это бурное море. Молитвы же их начинает отец и настоятель. Потом, как вставшие окончат эти священные непрестанные молитвы с восходом солнечным, каждый идет к своему делу и трудами многое приобретают для бедных. Где теперь те, которые предаются дьявольским пляскам, непотребным песням и сидят в театре? Сыжусь вспоминать об них. Но по вашей немощи необходимо сделать и это. И Павел говорит, представьте члены ваши врабы праведности, как прежде представляли вы врабы нечистоте. Итак, посмотрим и мы на это сонмище блудных жен и непотребных юношей, собравшихся в театре, и их забавы, которыми весьма многие из беспечных юношей завлекаются в их сети. Сравним с жизнью блаженных. Здесь мы найдем различия столько же, сколько между ангелами, если бы ты услышал их поющими на небе стройные песни, и между собаками и свиньями, которые визжат роять в навозе. устами одних говорит Христос, а языком других дьявол. Там самые трубы издают звук, соответственный их нескладному голосу и уродливому виду. Тогда они надувают щеки, натягивают жилы, а здесь издает звук благодать Духа Святого, который вместо труб, гусли и флейт употребляет уста святых. Впрочем, что бы я ни говорил, невозможно вполне представить того удовольствия людям, привязанным к персти и деланию кирпичей. Поэтому желал бы я взять кого-нибудь из пристрастившихся к театру, отвезти в монастырь и показать ему собрание святых мужей. Тогда мне уже не нужно было бы слова. Однако, несмотря на то, что беседуя с людьми бренными, попытаюсь и словом хотя бы несколько извлечь их из грязи и тины. Там слушатель тотчас воспламеняется огнем нечистой любви. Если мало взора блудницы зажечь сердце, то голос ее влечет в гибель. А здесь, если бы даже душа имела что-нибудь нечистое, она точно составляет это. И не только голос и взор, но и самые одежды блудниц еще более приводят в смущение зрителей. Бедняк человек низкий презренный посмотрев на это зрелище будет досадовать и скажет сам себе это блудница этот блудник дети поваров и сапожников а часто и рабов живут в такой роскоши а я свободный происходя от свободных живя честными трудами и во сне не могу представить себе этого и оставляет таким образом зрелище с недаймой печалью. У монахов же не случится ничего такого но все бывает совершенно напротив в самом деле когда увидят что дети богатых и знатных родителей облечены в такие одежды каких не носят и самые последние из нищих и что даже еще радуются этому то представьте с каким утешением для своей бедности пойдет он из монастыря а если посетить монахов и богатые то возвратиться от них лучшим и здравым понятием о вещах опять в театре когда посмотрит на блудницу в золотом уборе бедный станет плакать и рыдать видя что жена его не имеет ни одного такого украшения а богатые после такого зрелища будут презирать и отвращаться своих супруг как скоро блудница представит зрителям одежду и взор и голос и пост и все что может разбудить любострасти они выходят из театра воспламененные страстью и возвращаются к себе домой уже пленниками отсюда происходят обиды бесчестия отсюда вражда брани каждодневные случаи смертные и жизнь становится несносной такому пленнику и жена ему уже не мила и дети не по-прежнему любезны и весь дом приходит в беспорядок и самый свет солнечный наконец кажется для него несносным напротив из монашеских собраний не происходит ни одной такой неприятности жена встречает мужа ласковым кротким не пристрастившимся никакому гнусному удовольствию и в обращении его находит больше непринужденности нежели прежде столько-то зла производит театр и столько добра монастырь один овец сделает волками а другой волков обращает вагнцев правда мы пока ничего еще не сказали об удовольствиях монашеской жизни но что может быть приятнее того когда душа наша ничем не возмущается не мучается не унывает не стенает однако же продолжим наше сравнение и рассмотрим какое удовольствие доставляет нам то и другое пение то и другое зрелище и мы увидим что в первом случае оно продолжается только до вечера пока зритель сидит в театре а после язвит его больнее всякого жала полученное же в монастыре удовольствие непрестанно сохраняет свою силу в душах зрителей но всегда остается в их мыслях и образ виденных ими мужей и приятность места и простота жизни и чистота общества и сладость прекрасного духовного пения вот почему те которые всегда наслаждаются этим тихим пристанищем бегают уже людского шума как бы какой-нибудь буря и не только во время своих песнопений и молитв но и когда сидят за книгами монахи доставляют зрителям приятное зрелище после того как кончится пение один берет Исайю и с ним беседует другой беседует с апостолами третий читает книгу других писателей и любомудрствует о Боге о мире о предметах видимых и невидимых чувственных и духовных о ничтожности жизни настоящей и о величии жизни будущей 698 пища у них самая лучшая они питаются не вареными мясами бессловесных животных но словом Божиим сладчайшим более меда и сота это чудный мед и гораздо лучше того которым некогда в пустыне питался Иоанн не дикие пчелы садясь на цветы собирает этот мед и не росу переварившие в себе кладут в ульи но приготовляет его благодать Духа святого и вместо сотов ульев и Духла полагает в души святых так что желающий всегда безопасно может вкушать его подражая этим пчелам и они облетают соты священных книг почерпая в них великое удовольствие но если хочешь знать трапезу их то подойди поближе и ты увидишь что отрыгаемое имя все сладко приятно исполнено духовным благоуханием уста их не могут произнести ни одного дурного слова и ни одного шуточного или грубого но каждое достойно неба тот не погрешит кто сравнит уста людей бегающих по рынкам и жадно гоняющихся за жидейским со стоками нечистот а уста монахов с источниками текущими медом и бьющими чистыми ключами но если кому обидно что я сравниваю уста людей со стоками нечистот тот пусть знает что я выразился еще весьма снисходительно а священное писание не наблюдает и этой меры но потребляет другое гораздо сильнейшее сравнение говоря я таспедов под устами их гроб отверстый гортань их не таковы уста монахов они исполнены благоухание таково настоящее их состояние а будущее их какое слово может выразить какой ум постигнуть их жребий ангельский неизреченное блаженство несказанное благо может быть теперь многие из вас воспоминились и чувствуют себе желание вести такую прекрасную жизнь но что польза ежели пока вы здесь этот огонь горит в вас а как скоро выйдете плаве погасло и это желание пропало как же сделать чтобы этого не случилось пока горячо в тебе это желание пойди к этим ангелам и воспоминись еще больше не столько могут воспоминить мои слова сколько взгляд на самое дело не говори вот я переговорю с женой кончу прежние дела свои такая отсрочка есть начало беспечности послушай некто хотел устроить домашние дела и пророк не позволил ему 3 сар 19.20 что говорю устроить ученик хотел погрести отца и Христос не согласился даже на то какое же дело кажется тебе столько необходимым как погребение отца но Христос и того не позволил почему же потому что дьявол всеми мерами старается вкрасть если заметит в человеке что он мало занят или откладывает дело производит в нем большую леность поэтому-то некто и советует не отлагай день это дня серахов 5.8 таким образом ты можешь в большем успеть да и домашние дела твои будут в хорошем состоянии ищите сказано прежде царствие Божие и все себе приложится вам если и мы обеспечим состояние тех которые пренебрегают собственными своими выгодами заботимся о наших выгодах то тем более Бог который без того печется и промышляет о нас итак не заботься о своих делах но предоставь это Богу если ты заботишься то заботишься как человек если же Бог промышляет то он промышляет как Бог итак не заботься о своих делах оставляя важнейшие иначе Бог менее будет промышлять о них но чтобы Бог более промышлял о твоих делах предоставь все ему одному когда ты оставляя дела духовные сам занимаешься делами житейскими Тогда уже Бог немного печется о них. И так, чтобы все у тебя шло хорошо, тебе освободиться от всех забот, прилипись к духовному и презирай житейское. Тогда ты с небом получишь и землю, и сподобишься будущих благ по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь.